Знание стандартных показателей пульса и умение его правильно измерять – важный навык, которым должен владеть не только медицинский персонал, но и сам пациент. Более того, людям, ведущим активный образ жизни, контроль за собственным пульсом позволяет определить максимально допустимую нагрузку во время физических тренировок. Именно эти вопросы мы и обсудим с вами в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте, мои хорошие! Для начала давайте сформулируем, что же такое пульс. Пульс представляет собой волновые колебания стенок кровеносных сосудов, вызванные давлением крови в момент сокращения сердечной мышцы. Его показатели напрямую свидетельствуют о качестве работы сердечно-сосудистой системы и служат первым звоночком, сигнализирующим о возникновении сбоев в организме. Да что там говорить, даже при банальной простуде, когда происходит повышение температуры тела, частота пульса увеличивается на 5-6 ударов в минуту. Так как же измерить пульс самостоятельно? В первую очередь следует обратить внимание на несколько факторов, которые оказывают непосредственное влияние на пульс. Это. Время суток. В норме утром после сна показатели пульса самые низкие, далее они постепенно увеличиваются вплоть до 12 часов по полудню, когда наблюдается незначительный спад частоты сердечных сокращений, продолжающийся порядка 3-х часов. После чего вновь отмечается учащение пульса, достигающее максимума к 8 часам вечера и к моменту отхода ко сну частота пульса опять опускается до утренних значений. Положение тела во время измерения пульса. Если пульс измеряется в положении лёжа, то он будет ниже, а в положении стоя наоборот выше. Полый возраст. Психические и физические нагрузки, учащающие пульс. Употребление пищи, энергетиков, кофеин, содержащих напитков, табакокурения и приём медицинских препаратов, способных повлиять на пульс. Наличие тесно издавливающей артерии одежды. Для получения достоверных результатов предпочтительно измерение пульса в одно и то же время суток и в одном и том же положении, желательно утром, через пару часов после сна в положении сидя. Измерять частоту пульса можно в тех частях тела, где артерии проходят близко к поверхности кожи и располагаются над костными образованиями. В локтевом сгибе, на передней поверхности шеи, в паховой области, в подколенной ямке, на внутренней стороне лодыжки, на стопе вместе с отчленением большого пальца и стопы с нижней стороны. Но всё же удобнее измерять пульс у взрослого человека на лучевой артерии, а у детей на височных артериях. Если говорить о спортивных тренировках, то в данном случае лучше подойдёт измерение пульса на сонные артерии на передней поверхности шеи. Методика измерения частоты пульса довольно проста. Чтобы нащупать пульс, приложите средний и указательный пальцы к предплечью, чуть выше лочезапясного сустава и прижмите их к лучевой кости. Надавливайте не всей поверхностью пальцев, а только их подушечками. Если пульс не прощупывается в течение пяти секунд, немного переместите пальцы в сторону. Данная манипуляция проводится до того момента, пока под пальцами отчётливо не почувствуется биение пульса. Если же пульс всё же не прощупывается, возможно вы слишком сильно или наоборот слишком слабо давите на артерию. Попробуйте изменить силу давления. Если вновь пульс не прощупывается, опустите руку, на которой пытаетесь произвести измерение, вниз. Изменение положения конечности должно помочь нащупать пульсацию. Как только пульс найден, можно производить измерения. Запас 6 секундомером, подсчитайте количество ударов в течение 60 секунд. У новорожденного ребенка нормальным считается пульс в 140 ударов в минуту, у детей до года – 130, до 6 лет – 100, до 18 лет – от 70 до 90, для взрослых старше 18 лет – от 60 до 70, после 30 лет – от 60 до 85 ударов в минуту. У людей преклонного возраста норма – от 60 до 95 ударов в минуту. А теперь давайте поговорим об измерении пульса во время тренировок. В данном случае знание пульса поможет определить не только допустимую для организма силовую нагрузку, но и подскажет, какая нагрузка будет оптимальной для получения более эффективных результатов. Для примера давайте определим допустимую частоту пульса для девушки 32 лет, занимающейся фитнесом. Сначала рассчитаем максимальную частоту пульса по формуле 220 минус возраст, а в нашем случае это 220 минус 32, получаем 188. Существует несколько зон нагрузки напрямую связанных с показателями пульса. При легкой степени физической нагрузки, к которой можно отнести фитнес-тренировки, не рекомендуется превышать норму в 60-70% от полученного значения. Это означает, что максимальные показатели частоты пульса необходимо умножить на 0,7. 188 умножаем на 0,7 получается 131,6, округляем до целого числа. Итог несложных вычислений – 132 удара в минуту. Именно на эту цифру и следует ориентироваться нашей девушке, а именно не превышая частоту пульса в 132 удара в минуту, она может тренироваться длительное время без перерыва, получить максимальный эффект от тренировки и не перегрузить органы и системы организма. Справедливости ради стоит отметить, что в наше время существует множество электронных гаджетов и приложений для смартфонов, которые могут измерить пульс человека, тем не менее не будет лишним овладеть методикой самостоятельного измерения частоты пульса, особенно если вы серьезно увлекаетесь спортом или страдаете от проявления сердечно-сосудистых заболеваний. Не забывайте, серьезные отклонения частоты пульса от нормы могут свидетельствовать о развитии грозных заболеваний в организме, поэтому при обнаружении таковых стоит без лишних промедлений обратиться за профессиональной медицинской консультацией. И в завершение сегодняшней беседы интересный факт. Восточная медицина считает, что по биению пульса в разных местах тела, можно судить о состоянии внутренних органов. Например, у основания большого пальца восточные практики прощупывают пульсацию тонкой кишки, под средним пальцем измеряют пульс селезенки и желудка, а под безымянным пульс мочевого пузыря и почки. А на этом на сегодня все, не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья Вам!